Скалка, огонь. Тако-тако, будет ознакомиться! Забываемые ощущения. Excuse me. Всё, ты свой шанс пропукала. И посидят люди такие, делают бельмени, идут напротив друга и говорят, да, стране вообще хаос. Это новая рука. Привет, ребята, опять, у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это долгожданный выпуск. Моменты жизни. Не прошло и года, как у нас выходят новые моменты жизни за март. Обалдеть, Даречка не стать. Вот это у тебя продуктивность. Ну а сейчас садись поудобней, бери что-нибудь там пожевать, похручать и погнали смотреть. Моменты жизни. Привет, ребятня. Сегодня у нас субботнее утро и наконец-таки мы решили вот эти штучки, крючки повесить на стену, чтобы укулеле у меня не валялись. Свалка какая тут, тут укулельная. Это моя помойка. Помойка, это моя. Кто помнит, что вот эти укулеле у нас в последнее время, последний месяц, веселье на стене, в прошлой квартире. Мария, вот что-то вот... Вот так надо? Ну так вот надо. Вот, раз и все. У тебя порвать все. Бимочка, с Бимочкой все хорошо, Бима! Они массивные, ну хорошие. Так, давай. Ну написано 12 килограмм выдержит. Ну, выдержит же. Тут что-то будет? Ну нет, я думала, вот тут вот. А зеркало будет. Тебе что важнее? Я или зеркало? Если сквозь его укулелье или зеркало, я сквозь зеркало. Между прочим, эту рулетку я Сашульке подарила на день рождения. Опа. Я спрашивала. Че спрашивала? Народный или нет? Ей бывает криво. Они уже забиты. Ой! Что ты сделала? Ты не добила? Давай. Немногие знают, что у Марии любимая фраза терпение и труд все перетрут, потому что вы посмотрите, как она навела марафет красоту. Умничка. Чудо-ручки твои покажи свои. Вода. Моменты жизни. Всем привет, ребятня. Мы сидели спокойно, забегает Александр в комнату, говорит, что он покупает Xbox One. И мы сейчас поедем за Xbox One. Он его где-то нашел по скидке. Походу, теперь Александр будет играть не только в компьютерные игры, но и теперь на Xbox. Ну вот, Александр купил. Все, сегодня мы будем играться в взрослые игры. Мы уже, наверное, полтора часа все это настраиваем. Мы сейчас с Юлей выбираем что-нибудь такое бесплатненькое. Так, Александр сказал выбрать любую бесплатную игру. Вот это щедрость. И вы знаете, сейчас что будем играть? Обстиза, будь, нам уже не повернуть. О-о-о-о! На самом деле, и вот для меня это так непривычно держать что-то в руках. Кроме Г. А надо нажимать, да? Да. Надо думать, прикинь. А музыка-то какая-то. Все, что ты музыка? Все. Прекрасно, спасибо. Время 12 часов. И вам не кажется, мы реально собираемся сейчас лепить пельмени. Просто потому, что нам не хватило дня. Кто в свои молодые годы будет самостоятельно делать эти пельменя? Как учила меня мама? Опа! Прикол в том, что не до конца точнее определились, кто какие будет лепить. Типа, из же сибирских, есть расписные, есть еще какие-то там медвежьи ушки, татарские, все дела. Мы с Александром качаем где-то 16 различных игр. Каждый весит чуть ли не по 30 гигабайт. И нам нужно чем-то себя занять. Вот, конечно. Пожалуйста, это жить. Мы парочку уже сделали. Отгадайте, кто чей. Блин, мы только начали, уже все, блин, в муке. Знаете, на самом деле, почему я не люблю с детства лепить пельмени? Потому что, первое, у меня никогда особо не получалось. Второе, это очень надолго растягивается. Если вам уже больше 21 года, чем вы занимались в свои 21 год? Нет двух бокс играть, мы сидим пельмени эти делаем. Мне вот это холодное сердце достало. Он что-то там... Пстеееееее. Мы даже не играем, он нам эти достижения шлет. Пятки, посмотрите. Посмотрите. Это, 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 это пельмешок. Это... Это... Посидят люди такие, делают пельмени и идут напротив друга и говорят, да, в стране вообще хаос. Это новая рубрика подкаст пельмени. Пельменный подкаст. Маш, переделывай, я не могу это слепить. Так, ребята, забудьте тот пельмень, который он показывал, он был неидеальный, сейчас вам покажу. Смотрите. Мама, ты рада? Мам, смотри. Куда ты его положил? У тебя своя зона. Я не удивлюсь, если вот мы их сейчас слепим и про них забудем. Калка, огонь. Даш, давай, я иду. Не, Маш, а ты за какой лагерь тогда вести мне? За ушко или за меня? Блин, расписные пельмени. Это расписные пельмени. Это что, хохлома? Экжель. Вареники. Давайте вот по факту, в магазине вы когда видите вот это, что это? Это расписные пельмени. Там мне пишут расписные. Я даже забыл. Пельмени расписные. Там пишут вареники. Маша просто на протяжении всего видео. Най. В итоге сделали вот такое. Обосхитительно. Юлия говорит, что это вареники. Я считаю, что это пельмени. Все то, что расписано, делала я. Мария мне мысленно помогала. Моменты жизни. Да, это я. Я уже устал объяснять это каждую неделю по 2-3 раза. Я в прошлый раз разговаривала со старшим специалистом. Она меня уверила, что у нас есть комиссия, но ее не спишут. Если мне опять ее отклонят и мозги будут пудрить, опять весь март ждать? А что у вас? Какая есть возможность? Начислять просто так деньги у вас есть возможность? А разговаривать у вас нет возможности? По текущему законодательству я имею запросить и фамилию вашу. Я буду ждать ответ теперь от Роспотребнадзора. Нет, Ростелеком. Меня Ростелеком даст Стару. Так, атака, буррито, Карина Каспарян. Сегодня я готовлю мексиканскую кухню. Кисадили. Ты до этого ее пробовала? Кисадили? Да. Нет. Что нам для этого понадобится? Для этого нужны тортилья, лук, кукуруза, болгарский перец, соль в этот по вкусу, помидоры, сыр и коренная грудка. Мы это делаем. Почему вообще мы это делаем? Он сегодня приезжает. Даречек. Наш друг. Как выяснили, у нас трое девчоночек грациозных молодых. Три болгарских перца, три ножа и три тарелки. Короче, мы сейчас все быстро управимся. Смотрите, как все. Подготовительные ингредиенты подготовились. Кстати, хочу, если кто-то вдруг будет повторять, надо не кубиками, а салом корректами. И потом вот это все вместе прожарить, соединить и... Так, а будет? Прошло три часа, мы уже с Машей решили немножечко поспать. В итоге сейчас доготавливаем в нашей вафельнице. Как вкусно пахнет, чувствуете, да? Приятненько. Поджали с первым ляпушкой. Там мы ели ляпушка майонез. Мы сейчас с Машей, прикиньте, что легли спать и эти фурвают, типа, тако-тако-бурит ознакомь. Я думаю, кошка бежит. Маками. Ну металлическими давай, блин, по тихонному покрытию. Хочешь, чтобы... Блин. У нас все получится. Ну, первый, блин, кастабын. Я не понимаю, чем пахнет тарелом из этого всего. Пим, это в шоке. А-а-а, Ярослав! Он даже еще не разнулся. В смысле, сращенники, убралась? Да, Ярослав мне привез, говорит, я за экологией и привез мне вот это вот. Потому что, да, хочется поддержать малый бизнес. Ты же опять платила бумагу. Твоё благо, молодики. А потом её прикинет. Тебе не было лень вести это с Москвы. Моменты в жизни. Я не могла не запречь нашего гостя и посмотреть, чтобы он посмотрел наш сайт. Уже всех запрягла с МС. Ой, бедный несчастный. Смотрите на него, зато он будет после вот... Моя сайт неплохо уже. Спасибо, спасибо. Ты это не анкоголь. Давай, давай. Истекает поле страхования жизни, получи 100. Вот у него вообще, да, Синиш, нифига просто, деньги сыпятся. Ну, у меня зато, ладно, вестибирск от Москвы, я рада. Смотри, ты вышел, быстрей. Она боится внимания прям. Она говорит, не смотрите на меня, не смотрите на меня. Всем пока, до свидания. В общем, мы пришли в Старфорд Хаус немножко просвещаться и пришли вот на такую вот выставку. Вы посмотрите, это такой немножко арт-хаус кутешный. И это, блин, прикольно. Это прям кайфово. Вот, слушай, что тебе не понравилось? Мне нравится, я прям в полном восторге. Я прям зашла. Это прикольно. Вы не понимаете ничего в современном искусстве. Теперь мы показываем заново друг другу все презентации, которые делали. Потому что мы не видели презентации Александра. Кто-то не видел, кто-то не видел девочек презентации. Ярик вообще не видел, знаешь, презентации. Вот, мы сейчас вспоминаем эту квартиру в прошлом и думаем, как хорошо, что мы... Слава богу, мы оттуда съехали. Она очень любит читать калории и продуктов. Но все равно продолжает их есть. Дальше. Ты что? А, да? Я забыла. Она потом охеревает с этой калорийностью. И она в них все равно ест. Учил. Чил. Мы тут играем в монополию и решили усложнить. Теперь мы играем с конфетами желебим. Ну все, давай. Что, молоко? Носки? Нежнятинка. Нет, это морожено. Морожено. Ну, блин, так неинтересно. Ты еще не знаешь, когда носки будут, как вонять будет? Это прям ядер. Как твои? Опять белое. Или опять было белое, ну. Сейчас, скажите, я... Послевкусие-то собери уж. О, погоди, где наша плюмпочка? Это пиноколада. Ну капец! Это че? Кола? Это либо шоколад, острое масло, или кола и кошачий корм. Это шоколад. Еще шоколад не очень вкусно. О, что-то новое. Что это? Сопли. Сопли, яблоко, брусильская капуста и че еще зеленое? Арбуз. Арбуз. Это капуста. Блядь, как вы это кушаете? Не надо на меня дышать. Че он делал? Знаешь, чем я поняла? Это вкус моих горненьких, которые ты живаешь? Ты пролил воду, и ты смьешься. Он же не просто так смеялся. Это реально у тебя. Кусто ты умывалки воничью корнем, которым воняет. А можно меня нормально? Ну что, Ярослав, как тебе ощущения? Первый маникюр в жизни твоей. О, страшный? Только не. Жесть какая. Ну, не в фокусе, мне нравится. Мария, твои ощущения, первый раз мужской маникюр в твоей практике? Незабываемые ощущения. Ты помогаешь, чтобы все прошло хорошо? Ты, батушки. Ну, давай, погнали. Ну, что, давайте показывать, что уж там получилось. Ну-ка. Давай еще раз. О, о, Мария его научила правильно держать ручку для позирования. И как ощущения вообще? Неплохо. Теперь ты в наших маникюрных рядах. Теперь осталась Саша, да? Дорогие дамы, поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам всех цветов из всех овощей. За ваше здоровье. Да. Сегодня одаривает цветами прекрасных дам. У нас нет вазы, поставили ущербец. Билда, ка-мам, что ты делаешь? Что ты тут делаешь? Что ты делаешь от тебя? Она не может на это смотреть, понимаешь? Что ты делаешь? Мы сейчас с Ашулькой ходили в экспрессе, он купил себе книгу. Я ухстел! Что за игрища? Ну, покажите книгу. Вы как-то странно делаете обзор. Ашулька умеет у нас читать. Вот А, Б, В, Б, Кварь недавно. Он про чем? Онямэ свои. Даже аниме 4, а картинки. Он просто картинки посмотрел, но надо с чего-то начать. Что картинки, это комикс? Ой, она такая мелкая. Сколько ты с вами? Кирасия, ты знаешь, сколько ты с вами? 540. Короче, мы сейчас идем с ним, а он говорит, я говорю, ты вообще, что последнее время читал? Астрономию. Я говорю, ну, что, как тебе? Говорит, ну, там сложные формулы. Вот, я говорю, что ты читаешь хорошо? Он говорит, да, да. А потом я говорю... Ну, так было. Я ему говорю, что эта книга лежит у меня в коробке. Как ты ее читаешь? Нет, ты спрашиваешь, что я последнее время читал? Я говорю, я астрономию читал. Такая, как ты ее читал, она у меня в коробке. Я сказала, когда мы в метро ехали в последний раз вместе. Он прочитал там пару страниц, потом сказал, капец, как сложно. Ой, тут таблички есть. Ты такая сидишь, прикиньте, сидишь в метро и такая... Ну, тут картинки зато есть. Да, это очень прикольно. Мне, например, нравятся такие. Словно, можно вникнуть. Там очень много фанатов. Ты читаешь для чего? Для чего? Вот объясни мне. Чтобы умной стать или просто время убить? Интересно. Это интерес. Мне интересно. У нас такая читающая семья. Чернобыль с катаной электростанции Украина. Прикольно. Такое время, 16-16. Загадывай желание. Моменты жизни. Короче, ребятня, я заказала себе вот такие маленькие чудесные мини-шапочки. А вот такую заказала. Вот такую заказала. И черную наюлю сейчас. Про шапку рассказываю про еврейство. Ешь дрожжи и не разговаривай. Надо вообще дрожжи ест. Посмотрите, она открывает. Я думаю, зачем открывать дрожжи? Стоит идти в дрожжи ест. Я заказала эти шапки. И я говорю, вот, Юлечка, смотри, какая у меня вот шапочка красивая. Она говорит, я похожа на еврейку. Я не знаю. Вот я еврейка. Скажи, пожалуйста. Я вообще щедрая душа. Смотрите, это Бимочка. Пошли, тебе кое-что покажем. Бимочка, знаешь, что это такое? Ай, я забыла. Это усечка ее. Прикинь. Это ее усик. Бима. Как ты могла про такое забыть? Это ДНК твоей дочери. Дивушка, у вас усы. Вы знали? Бима, это твое? Пришла я, знаешь, сейчас домой. И Саша говорит, вот тебе подарок поставил самокатом. И знаете что? Это просто коробочка. Маша, как ты это отреагируешь вообще? Что у вас происходит, пока меня дома нет? Я даже кусочек не оставила. Это кусочек? Даже не поделился. Какая ты злюка, гадюка. Мы тут втроем нажрались, значит. Вот этой маленькой коробочкой. Этой штучкой. Вот мы и Дашу оставили. Он может нас открыть. Так, выгоди, ты пробовал или нет? Я попробую. Так, ты же говоришь, что ты кусочек не оставил. Сейчас мы с тобой будем играть в игру. В одной руке у меня похвала, в другой... Заметили, что Дашу Нор точно начала говорить? Пахлава, рахат лукум. Пахлава, полись. Пахлава, похвала. А как похвала? Смотри, я сейчас буду играть с тобой в игру. Тебе нужно найти, где у нас похвала. Похвала. Давай, где? Так, а если ты меня еще раз тронешь, я разберу твою руку. Где? Давай, где? Ну, в какой руке? Давай, покажи. В этой? О, ничего там нет. Оно было тут. Давай, где? Моменты жизни. Вот Юля хотела у нас пропылесосить, но получилось, что мусор, наоборот, везде получился. Потому что мы не могли нормально разобрать этот пылесос. О, да я, блин, не могу дойти до нужного. Ты уже все разобрала. Ты уже все разобрала. Да, нужного еще не дошла. Ну, видите, срач какой страны у нас. Такая чистота была с Мариной. Ты что, перетрудилась? Саша, пришлось, пришлось. Иди сюда. Помощь просить. Как эту штуку разбирать? Походу, никто не знает. Это пылесос, если что. На. На. Ну, давай поступим, как и делали. Так. Ну, как делали. Нет, нет, вот сюда. Ты умничка, держись с тобой. С другой стороны. Да? Да. Фир, на второй раз у меня такое не получится. Ты вот сейчас только очищающую маску для лица сделала. Состояла в пыли своей. Идет, и делать еще. Такая наша обезьянка в голове такая. Тык, тык, тык. Это правда. Ну, я понимаю, куда что должно вставляться. Но не понимаю, как должно это работать. Моменты жизни. Давайте расскажу немножечко, введу вас в курс дела. У меня курсовая работа, а я учусь на звукорежиссеры. И у меня задали делать аудиоспектакль какого-то из произведений. И я выбрала Маленького Принца. Так как у меня нет нормальных актеров. Любые ненормальных актеров. Особенно Юля на заднем плане как хорошо лежит. Сейчас будем разыгрывать сценку. У Мари у нас будет Роза, и я буду Маленьким Принцем. Вот, кашляй там как раз в тот момент, где она там кашляет. Маша, как учили, как тренировались. Ах, и на село просунулась. Я тебе три точки для кого написала. А может передыхание на концах? А что за тихие ответы? Да, правда. А ты за мной повторяешь? Нет, это я тебе говорю, что у тебя тихие ответы. А, просто. Я же тебе говорю, в скобочках написала, как тебе примерно надо сказать. Блин прекрасный. Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Пока. Конечно, я люблю тебя. Но я люблю тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Привет, ребятня. Сегодня уже заканчивается почти в март месяц. Мы до сих пор делаем мне сайт, потому что постоянно что-то происходит. Я платила год Викса, а он лагает. И сейчас я шутила, что вот вы знаете, что такое ДНС-сервис? Я думала, что это магазин электроники. Я надеюсь, к выходу этого видео, из момента в жизни, у меня уже будет сайт. Все, ждем. Я, кстати, нашел, как эту чашку закрыто. Да, расскажи, давай. Она закрыта. Помоги, помоги. Давай, Юля, паучах. Уже тридцать человек, который пытается открыться на аренду. Покупали там отнюдь. Девочки, мы крутили не в ту сторону. Нет. Да. Ты сейчас закрыла просто то, что мы крутили. Четвертый человек. Будем ножом выковыривать. Ну, все. Да, конечно, мы все докрутили. Конечно, все покрутили чуть-чуть. Ой, а что ты хочешь сказать, что ты такой прям сильный? Я не могу. Моменты в жизни. Я хочу передать всем вашему Татархаусу привет с любовью Натасу. И сказать, что вы вообще волшебные ребята. Я за вами наблюдаю почти целый год. И я просто с вас угораю. Это круто, невероятно. Животы ваши. Можно сериалы снимать. Хотя там уже и Даша уже и снимает, правда, сериалы. Посмотрите, какой она пупсит. Давай свою короночку. Привет. Привет. Знаешь, я... Ладно, окей. Привет, ребята. Это у меня папа прежнему за Дарья. В руках у меня сегодня не будет покурили, потому что это новый выпуск. Это момента жизни. И, между прочим, за ставкой самого тоже Наташа. Знаешь, как фанаты из детки. Что она говорит? Мы же не перестали в борде. И не в нормальной программе. Потому что мой папа такой, типа, да ладно, сейчас сделай в борде. Это нормально. Ага, я тоже думала, типа, ну, борт, ладно, окей, типа, так можно. А это просто жесть какая-то была. Зачем мы выбрали этот путь? Мы выбрали кривую дорожку. У меня сидела в кофейне. Доставала всех своих друзей, что мне надо выйти, куда интересовать Дашу и иллюстрации. У меня уже был новый iPad, потому что я накопила с помощью Даши. Поднялась, короче, в своем творчестве. Так вот мы их монтировали, монтировали. Нарисовали кучу разных картинок, из которых до сих пор делаем всякие открыточки, стихеры. А потом подключился еще мой друг. И он все это верстал в красоту специально, чтобы мы могли, люди, спокойно могли скачать и напечатать. И вот чтобы все было. Все должно быть по красоте, чтобы было можно сшить их потом. Да, все продумано за вас, дорогие друзья. Это была победа. Я такое облегчение чувствовала. А я тоже. Понимаете, сколько трудов вы потратите, чтобы сделать сборник, который вы можете приобрести. Я оставлю ссылку, между прочим, сейчас на Наташечку. Ну какой она пупсик, они устанут повторять. Посмотрите на нее, что за чудо, а? И автор музыкальная. Что ж, музыкальная ежка толкает и весь. В общем, у нас же, помните, был опыт. Юлечка у нас садила цветы. На крыльях они не прижились и сдохли. Вот, и теперь дубль два. Мы находимся уже два часа в Алира, Мерлен, Саша, выбирать себе картинчики. Я нашла по какому-то тиктоку, что можно сделать, свет, подсветочный, светодиодный, RGB все дела. Сейчас он убирает себе картину. Нашел вот такую вот рыбную картину. Вот такая вот рыбная темка. У нас аквариумная. Он еще нашел с рыбой. Где? Вот так, вот так. Ой, 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 ну Саша, можешь собрать трио. Мы все-таки разобрались, как эта штука пользоваться. Надо вот так вот в направлении. А я просто что-то сбоку у меня думаю, что не фуручить. Разные какие-то подсветочки тут есть. Покажу. Сейчас какой-нибудь включим. Оранжевый, например. О! Сейчас сидели и пробовали картошку со сметаной от шеф-повара Юли. И мы придумали шоу. Званый ужин. Но мы его не придумали. Ну да, мы решили воссоздать в Татар Френдхаусе. Званый ужин. И вот сейчас они расписывают. А чего вы там пишите? Саму идею, чтобы не потерять. Потому что мы каждый раз говорим, а давайте это сделаем, да-да-да, и забываем. Так, развлечения. Получается длительность четыре дня. У нас будет три блюда, закуска, основной десерт, развлечения обязательно. И что еще? Ну, голосование там. У нас как будет в передаче. Там гость встречает, типа, как же пожелает. Типа, там, корона, типа, вот этот-это. Да! Блин, мы прям целый шоу устраиваем. Не могла бы мне записать вот этот кусочек нашего видео. Вы посмотрите на Александра. Так не работает. У нас даже, вон, копилку у нас есть. А, Бим, нет очков, ну ладно. Вот, это могла быть, Бим, ну, представьте, вы же умные у меня, не прямая. Hello. У меня прям очки на очки. Нын и ночи, сон. Подожди, вы видите? Меня все бьют, слушай, мне это, блин, Юля бьет. Что за дела? Дашь, когда они собираются гулять поздно, вот мы ее учим, самообороним. А они сейчас учатся самообороняться, самообороняться. Давай, показай. Часто все ключами, да, пытаются защититься в кармане, вот так идешь и держишь. Неправильно, вот люди вот так вот удержат, вот так вот, но это неправильно, потому что когда ты бьешь, у тебя ключ вот так пойдет. И вот так пойдет. Все, ты свой шанс пропукала. Когда ты так держишь, вот так держишь. Мы пара, готовая сдаться. Вот так ты тоже не дотянешь, тебе так неудобно, и сюда ты никуда не впиндуешь. Правильно держать вот так. Когда ты бьешь, он у тебя никуда не уйдет. И когда ты так держишь, тебе уже легче ударить, потому что... И он у тебя будет стоять прямо, у тебя удар точно пройдет. Вся минутка самообороны от девочек. Берегите себя и своих близких. Моменты в жизни. Хочусь на звукорежиссера, у меня какая-то курсовая работа. Нужно сделать аудиоспектакль. Я выбрала маленького принца, как вы видели, мы уже Машу писали. Сейчас я буду исполнять роль маленького принца и записывать звук. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Бима, ты пришла? Так, все. Нам мешают, нам мешают. Все, тихо. Первая страница готова, видите. Ну, бывают и хорошие семена. Однажды я заметил, как пророс необычно... Ну, Бима! Моменты в жизни. Сегодня девочки сидят, делают курсовую, пьют кофеек. И Юля решила погадать, погадать. Мария, давай продемонстрируем, как работает сегодня гадалка Юля. Пойду ли я на улицу? Пойду ты, конечно, на улицу. Нет, это смешно. Ну, может, мне тоже говорить, что ты не пойдешь. А ты же не гадалка? А ты не можешь гадать. Вот именно. А погоди, почему тебе в одном случае грязно это хорошо, а во втором случае грязно это плохо? Сам говорит, там определенная грязь должна быть, определенное расположение грязи, понимаешь? Видишь, если немножко, видишь на дне? Это значит такое, типа, ну... Ой, она так прям, я не могу, она так мила. Если тебе понравился данный выпуск, обязательно поддержи его лайком. Напиши в комментариях, что нового произошло у тебя за этот период жизни. Я обязательно все прочту. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Всем пока, до свидания.